Для чего переписывается история? Анатомия этого явления проста. Во-первых, обнаруживаются сведения, ранее утерянные естественным образом. Во-вторых, всякий нечестный правитель, приведенный к власти третьей стороной, скрытыми игроками, является их заложником. Он, так или иначе, будет вынужден оттенять некоторые непопулярные действия светлыми красками. А если светлых красок мало, будет использован надежный, заимствованный из живописи прием – притемнение исторического фона. Такая власть будет заново огораживать для своих подданных все уменьшающуюся песочницу и создавать видимость, что эта песочница лучше, чем старая. Такая власть заслуженно боится, что ее подданные могут построить свою песочницу. Поэтому она защищает себя подчиненными ей идеологическими, религиозными и силовыми структурами. Наши предки поручали власть лучшему, единогласно избранному на копе князю, притом временную, на случай обустройства или внешней угрозы. Сегодня во всем мире, чтобы оправдать свое постоянство, власть сама создает разного рода угрозы. В природе нет лжи, она есть там, где искусственно создается властная опухоль. Потому вранье на государственном уровне преследует человечество с момента возникновения самого понятия «государство». Ведь договорился же авторитетный государственный муж академик Лихачев до того, что до крещения Руси кругом были немцы. Только почему-то все эти немцы говорили по-русски. Тут описано одно страшное деяние к Мигине. Как она, взяв дань города и Скоростеня голубями и воробьями с каждого двора, привязала каждой птице к ноге горящий труд и пустила на город. Как птицы вернулись под свои стрехи и сожгли город дотла за то, что жители Скоростеня убили Игоря. И нельзя было спасти, ибо горело все сразу. Голубятни, клетки, сеновалы, дома и бани. Много неправды сотворила твоя рука, монах. Но зачем? Что тебе, княгиня худого, сделала? Ответь, ибо все неправда, и я тому свидетель. Ты свидетель тому, что видели твои невидящие глаза, ибо не просветил тебя Дух Божий, душа язычника незряча. Умрешь ты, слепой свидетель, умру я, грешный чернец. Останется людям написанное то, что внушено мне свыше. Истина, истина темной злобной язычницы, на которую снизошла благодать Божья и отвратила ее от греха. Вот ты как заговорил, монах. Понимаю. Конечно, что толку из доброй язычницы стать доброй христианкой? А вот из погрязшей в крови язычницы стать святой? Тут нужен сильный бог. Такое, пожалуй, не Беруну, не Стребогу, всем им такое не под силу. Только ты ошибся, чернец. Возьми ореху голубя, привяжи паклю и подожги. Ну вот же свечи горят. Подожги. И посмотрим, полетит ли птица неразумная в свое гнездо. Та же княгиня Вольга, киевская. Про нее столько басен напридумывали. А события-то происходили совершенно другие. Хазария нападала, уводила в полон славян, юноши, девушек и торговала в Византии и в других странах. Но чтобы провести военную кампанию, нужны средства. И нужно, когда войска отсутствуют, чтобы никто не напал. Святослав обратился к матери. Ты у меня мудрая. Давай, помоги решить проблему. Она говорит, хорошо. Она едет к франкам, заключает с ними мирный договор. Те уговаривают ее креститься, она проходит. А она едет к латинянам. В Рим. С ними подписывает договор. И те ее уговаривают принять их крещение. Она говорит, хорошо. Потом она едет в Крым, где были ариане. С крымскими жителями заключает мирный договор и принимает их крещение арианское. А потом едет в Византию, в Царьград и обращается к императору. Денег дай на войну взаймы. Тот говорит, денег дам, но ты должна принять нашу веру и, допустим, выйти за меня замуж. Он говорит, проблем нет. Но я только что приняла вот в Крыму христианство, они говорят. Арианство – это ересь. Надо вот чисто наша атаксуальная, она говорит. Без проблем. Ты денег давай. Император дает денег. Она отсылает деньги сыну. Сын идет в поход на Хазарию. Император, ну все, денег я давал. Давай креститься, жениться. Она говорит, хорошо, но крестить будешь меня ты сам. Он ее крестит вместе с папами константинопольскими. А потом говорит, давай жениться. Она говорит, послушай. Ты меня только что крестил, ты мой крестный отец. Как отец может жениться на дочери? И спокойненько выезжает. В это время сын Святослав побеждает Хазарию. И пленными рассчитывается за кредит. Вы угоняли наших людей в рабство и продавали. Почувствуйте на собственной шкуре, что это такое. Но пленные Хазары узнали, что в Царьграде, в Византии христианину запрещено иметь в рабах христианина. Поэтому пленные Хазары что сделали? Они тут же начали принимать христианство и автоматом получать свободу. А потом уже они как миссионеры начали христианский проникать на Русь. Поэтому и христианизация шла огнем и мечом. Они мстили за пленение Святославом и кратковременное рабство в Византии. Слаб ты, князь, без веры Христовой. Я слаб? Нет, монах. Не вы, христиане, ставили на наших землях исконных славянских города и переправы. Мы, славяне-язычники, торили пути дороги между ними. И Киев могучий выставили сами. Еще, лови, ты города наши. Ока византийская. А? Нет? А ты у коня спроси. Он расскажет тебе, как носил он княгиню из града в град от погоста к погосту, как устраивала княгиня землю русскую, как дань уставную и уроки положила на 40 городов славянских. Язычница Ольга! Не христианка еще. А ведомо тебе, чернец, что сто и пять лет, как положен договор о мире и любви с Константинополем и дань платили нам греки. Ведомо тебе, что славяне-язычники имеют договор о мире и любви не только с Византией, но с Хазарией, болгарами, венграми, варягами, печенегами. А ведомо тебе, что княгиня Ольга установила мир с германами Атоном. И то не по усмотрению князя Альба-княгиня вершилась, а растущий який молодой богатырь Русью всему миру ведомо. А тебе ведомо, что меч мой языческий раздвинул земли мои от Хазарской Белой Вежи на Волге до Балканских земель на Дунае, через Ясов, Касогов, по морю Каспию до самих Кавказских гор, через Тьму Таракань Азовскую, по морю Черному, которое вы, греки, называете русским. Я разорвал кольцо врагов моих на торговых путях с востока на запад и продолжу то, что начали предки мои Олег, Игорь, Ольга. Уходи, монах! Ибо верно сказал, слаб я, могу покарать смертью за неправду твою. Можно скрыть факты, дать ложные показания, подделать рукописи и уничтожить свидетелей. Можно даже взорвать планету. Единственное, что невозможно сделать, это безвозвратно стереть в памяти народа изначальные образы языка. Пока мы живы, именно язык будет инструментом и гарантией в обнаружении и правды, и кривды.